Просто, и тогда мы все вместе, услышите меня, синхронизируемся и доворачиваемся. Молодые и зрелые мужчины и девушки. Артисты труппы Приморского краевого драматического театра молодежи выполняют упражнения, скачут, ходят, переступаются ноги на ногу под дудку Александра Дзюбы. Музыкант, композитор, режиссер и сценарист. Александр прежде всего актер театра и кино, сыгравший не один десяток ролей в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня» и «Бедная Настя». Кроме того, он является постоянным артистом театра Романа Виктюка. Наверное, оттуда шепчутся между собой участники тренинга. Он и взял свою эксцентричную манеру общаться с учениками. В ходе занятий одно из упражнений повергло многих в шок. Нужно было сделать последние 15 шагов в своей жизни и сесть на пол, что должно символизировать собственную смерть. Все это под авторскую музыкальную нарезку Дзюбы. Тяжело это как-то охарактеризовать каким-то одним словом. Погружение в себя, какое-то самокопание. В основе тренинга, или если верить надписям на футболках участников и описанию на официальном сайте, Дзюбинга – принцип психофизического параллелизма. Автор и составитель уверен, что если кому-то из артистов не хватает физических навыков в контексте владения телом, или же наоборот требуется поопражняться собственной душой, они все получат и получат сполна. Актер в Приморской столице всего на несколько дней, и возникает закономерный вопрос, как именно ему удастся, что называется, прокачать своих подопечных. Элементарно. Тренинг психофизический. Это значит, какие-то физические импульсы откликаются в нашей психике и наоборот. И если кому-то из артистов не хватает, допустим, эмоций, их можно достать через физическое движение. Сами подопечные Александра по большей части остались довольны предлагаемыми им упражнениями, многие из которых обычному человеку наверняка показались бы пыткой или как минимум издевательством. Впрочем, актер – профессия специфическая и требующая весьма неоднозначного педагогического подхода. Мы же только начали. Я ничего не жду, я просто впитываю, я губка, и я хочу получать любую информацию. И дальше я ее переварю и, возможно, применю. Дзюбинг во Владивостоке продлится до 25 марта. После этого Александр отправится в Екатеринбург, Красноярск и Омск. Завершится серия актерских мастер-классов в Москве в конце апреля. По словам артиста, во Владивосток он обязательно вернется и проинспектирует своих учеников. Евгений Черемухин, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.